И в продолжение выпуска новостей, сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы 7-го созыва Николай Будуев. Недавно стало известно о том, что с 2017 года введут мораторий на добычу байкальского эндемика. Собственно говоря, об этом мы и поговорим. Добрый день, Николай Робертович. Добрый день. Вот эта новость, она пришла к нам с форума действий, который завершился накануне в Москве. Стала она некой такой неожиданной новостью, что с 2017 года уже введут запрет на добычу эндемика. Местные и эксперты, и те, с кем мы пытались установить контакт, спросить по поводу вот этого закона, они пока не в курсе. Когда он дойдет все-таки до спуститься до места? Неожиданной новости, я так понимаю, не было, потому что местные органы власти, они участвовали в совещаниях уже несколько месяцев. Вопрос обсуждается. Популяция омуля находится в очень тревожной ситуации, на грани исчезновения буквально. Массовая доля снизилась уже до 20 тысяч тонн. То есть, это означает, что, ну, в принципе, как бы уже вопрос стоит о генетическом разнообразии. То есть, есть определенная граница, после которой популяция уже не может восстановиться в прежнем виде, как бы, да. Вот, то есть, ну, вы знаете, что было с осетровыми рыбами некоторыми. Поэтому ситуация очень тревожная. Поэтому, и, собственно говоря, сейчас идет разговор о том, что необходимо прекратить промышленную добычу омуля. Необходимо дать несколько лет, чтобы омуль восстановился хоть как-то. С какого момента? С 1 января. С 1 января 2017 года промышленный лоф уже будет запрещен. Что делать людям, которые сейчас заняты в этой сфере? Вот, об этом разговор был, на самом деле, еще несколько месяцев назад. Правительство Бурятии должно было предпринять по этому поводу какие-то меры. Ну, честно скажу, руководство Бурятия знало об этом, о том, что такое решение состоится. Поэтому, если они сейчас говорят, что мы не в курсе, мы ничего по этому не делали, ну, это, мягко говоря, лукавство. Информировали всех. Ну, допустим, возьмем поселок Усть-Баргузин, где большая часть людей, они заняты именно в ловле омуля. Куда им сейчас идти? Куда им податься? Давайте в этот вопрос зададим правительству Бурятия и совместно будем его решать. Честно скажу, вы, как депутат Госдумы, какие видите пути занятости населения вот в таких вот отдаленных поселках? Честно скажу, пока не знаю. Но, если они пойдут лес валить? Барконерским методом. Потому что вряд ли каждому из них там выделят поделяние. Ну, понятно. Еще раз говорю, давайте все-таки у управительства Бурятия было время для того, чтобы решить этот вопрос. И надо поинтересоваться, как они решили этот вопрос. Совместно с запретом на добычу омуля, какие еще будут предприняты меры для того, чтобы восстановить популяцию? Главная проблема омуля, это помимо того, что его варвовские, извините меня, вылавливают, как бы бриконьеры и так далее. Прежде всего необходимо обеспечить чистоту Байкала. То есть борьба против водорослей. Есть целый ряд направлений работы. Прежде всего необходимо сократить попадание фосфора в воду. То есть это и отказ массового населения от порошков, основанных на фосфатах, переход на бесфосфатные порошки. Это и восстановление, и строительство новых очистных сооружений. А реконструкция, прежде всего, очистных сооружений в ЛАНУД. На эти цели деньги Федерация уже порядка пяти лет выделяет. 2,6 миллиарда рублей. Но город никак не может изобрать. Причина того, что уже четыре года не могут, насколько я понимаю, сделать проектный сметод документации для очистных сооружений. Наконец-то ее сделали, но опять опоздали. И поэтому я так подозреваю, что очистные сооружения начнут реконструироваться в ЛАНУД только с 2018 года. Это, к сожалению, очень большая проблема. Именно из-за того, что Федерация деньги нам дает, причем на самые разные объекты, и мы никак не можем их нормально взять. То есть мы не можем вовремя подготовить проектный сметод документацию. Мы не можем вовремя деньгами распорядиться и так далее. Это просто, знаете, вот еще раз говорю, главная проблема Байкала, Омоля, это падение качества управления регионом. — По поводу очистных понятных, есть у нас рыборазводные заводы, которые сейчас тоже переживают не самые лучшие времена. Их как-то будут дофинансировать, либо поддерживать, чтобы они восстанавливали быстрее популяцию? — Ну, скажем так, их необходимо финансировать и так далее. Все это понятно. Но сейчас с деньгами ситуация какая? Я пока точно вам не скажу. Давайте я уточню и сообщу вам. Хорошо? — Хорошо. Спасибо большое за беседу. — А вы, пожалуйста, обязательно выдайте это в эфир. — Хорошо. Спасибо большое за беседу. У нас, кстати, заканчивается время, а мы продолжаем выпуск. — Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok